Добрый день, уважаемые коллеги и единомышленники! Обращаюсь именно так, потому что в зале сегодня люди, которые формируют региональную деловую повестку, создают общественные влаги и радеют за будущее Оренбуржья. Наша встреча символично совпала с открытием недели российского предпринимательства. И я хочу воспользоваться этим уникальным моментом, чтобы поздравить и поблагодарить людей, которые твердо знают, что высшее назначение капитала не в том, чтобы делать больше денег, а в том, чтобы заставить деньги делать больше для улучшения жизни. С праздником, уважаемые предприниматели! Пусть в делах, которые наряду с деньгами вы вкладываете интеллект, время и душу, всегда сопутствуют успех. Также мои слова приветствуют сегодня большому другу Оренбургской области, заместителю председателя Внешэкономбанка Российской Федерации, руководителю программы комплексного развития моногородов Макиевой Ирине Владимировне, которое проводит сегодняшний рабочий день с насыщенной деловой программой. Ирин Владимирович, хочу, чтобы вы знали, ваша поддержка и добрый совет для нас бесценны. Спасибо. Уважаемые друзья, большинство присутствующих прекрасно помнят, что несколько лет назад мы вместе разработали инвестиционную стратегию Оренбургской области. Это был пик экономического роста в стране и период высокой цены за баррел. Да, макроэкономическая ситуация заметно изменилась, но итоги 2016 года показали, что мы оказались способны противостоять трудностям. Главное, мы не допустили значительного падения показателей, а где-то даже нарастили обороты. Так, на развитие экономики и социальной сферы в области направлено 165 миллиардов рублей инвестиций. Сельское хозяйство вышло на опережающие темпы. Его прирост составил более 10% к уровню 2015 года. Крупнейшие промышленные предприятия области продолжили модернизацию производства. Введена в эксплуатацию кислородная станция на Медногорском медносерном комбинате. «Армета Юнс» поставил конвертер для Западно-Сибирского металлургического комбината. На Орском машиностроительном заводе реализован проект по реконструкции производства буровых замков. На Новотроицком заводе хромовых соединений мы сегодня увидим это новое уникальное производство. Гордимся мы и своими нефинансовыми успехами. Например, в национальном рейтинге регионов по улучшению инвестиционного климата мы поднялись на 12 позиций. Это значит, что реакция на изменяющиеся условия была адекватна обстоятельствам. Но, как известно, умение меняться быстрее конкурентов – важнейшее конкурентное преимущество. Это не значит, что надо до основания, а затем. Многие приоритеты инвестиционной стратегии по-прежнему своевременны. Просто появляются новые ориентиры и вызовы. Если предельно лаконичны, то это снижение уровня добычи и стоимости углеводородного сырья, стремительный рост информационных технологий и развитие интернета, повышение требований к уровню компетенции рабочих специальностей, развитие зеленой экономики и альтернативной энергетики. И, наконец, усиление экономической интеграции России и ЕС с Китаем и, как следствие, рост транзита по Великому Шелковому пути. Чтобы ответить на эти вызовы, необходимо действовать. Причем, по сложившейся практике, действовать вместе. Вспомните осенью прошлого года, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин после общения с оренбургским бизнесом принял ряд решений, ставших судьбоносными для всего российского предпринимательства. И сейчас, при подготовке инвестиционного послания, я также опирался на мысли и опыт наших предпринимателей. Именно поэтому мне важны наши встречи в рамках инвестсовета, неформальное общение в рабочих поездках, на ваши неравнодушные обращения и поручения. Более того, в развитии нашего диалога была создана новая страница на инвестиционном портале, куда каждый может отправить предложения по улучшению предпринимательского климата в регионе. Спасибо всем, кто уже откликнулся. Сегодня я намерен воспользоваться вашими идеями и предложениями, чтобы сформулировать задачи, стоящие перед областью. Уважаемые коллеги, начну с того, на чем долгие годы стояла экономика Оренбургской области и без чего она немыслима в будущем. Это базовые отрасли, их потенциал, кадры, опыт и энергия – опора обновленной стратегии. Горно-металлургические и нефтегазовые комплексы региона призваны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста. Но дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья. В частности, в рамках предстоящего в июне Питерского экономического форума состоится моя встреча с главой «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Второе – это создание и развитие новых производств. Нам, безусловно, важны любые производства, поскольку в бизнесе ни один шанс не теряется. Если вы его загубили, его отыщет ваш конкурент. Но наш приоритет – это все-таки не отверточное производство, а площадки полноценного технологического цикла. Не все руководители это понимают. Скажем, еще вчера завод «Геропресс» знали на всем постсоветском пространстве. Сегодня приходится в ручном режиме спасать предприятия. Локомотиворемонтный завод, силикатный завод. И, к сожалению, есть еще кто попал бы в этот список. И это не экономический кризис, это кризис управления. Вы не хуже меня знаете, что вести свое дело – все равно, что ехать на велосипеде. Если не движешься – падаешь. Но есть и другие примеры. Когда руководство и собственник полностью отдают себе отчет о том, что повысить свою стоимость на рынке можно только повысив свою результативность. Ярким примером является Медногорский завод «Уралэлектро», сумевший в 2016 году нарастить объемы производства на треть, а по некоторым позициям даже наполовину. Завод вывел на рынок новую продукцию – электродвигатели для судостроения, атомной промышленности, транспортной отрасли. Есть предприятия, которые идут еще дальше. Берут на вооружение системы, когда производственный процесс управляется в буквальном смысле космическими технологиями. Пример – Новотроицкий завод хромового соединения, где цехом электролитического хрома управляют всего два человека при помощи цифровых технологических систем. Уважаемые коллеги, сегодня уже никого не удивляет, что космические корабли на самом деле бороздят просторы Вселенной, хотя еще несколько десятилетий назад это было лишь разделом научной фантастики. Пора определить место Оренбуржья в новой технологической парадигме. Необходимо разработать инновационно-технологическую стратегию региона, основанную на экономике будущего. Поручаем Министерству экономическую развитие совместно с Министерством образования, привлекая бизнес-сообщества и вузы, завершить эту работу до конца года. Документ должен стать неотъемлемой частью национальной технологической инициативы. Причем важным его элементом призвана стать кадровая и образовательная политика. Сегодня стремительно меняется карта профессий, требования к инженерным и рабочим специальностям. Необходимо расширять практику участия в чемпионате WorldSkills, работать с бизнесом по созданию так называемой системы дуального образования, расширять сеть центров молодежного и национального творчества. Тем более, что опыт есть. В 2016 году такой центр был создан на базе «О-Пластик». Предприятие, в сотрудничестве с Оренбургским государственным университетом, предоставляет сложнейшее оборудование для занятий студентов, проводит на нем практическое обучение, устраивает экскурсии по производственному комплексу. Сегодня в центре на постоянной основе проект реализует 12 студентов ОГУ. И я прямо скажу, это отличный пример для подражания. К слову, правительство области сегодня тоже целенаправленно инициирует ознакомительные поездки молодежи по ведущим предприятиям области и в другие регионы. Оренбургская молодежь уже посетила Уральскую, Сталин, Новотроицку. Завод компании УГМК в Верхней Пышме, Свердловской области получили приглашение на оренбургские минералы в Ясной. Прошу и другие предприятия включиться в эту созидательную работу. Нам есть чем гордиться и о чем рассказать молодым людям, которым предстоит принимать у нас эстафету. Третье. Укрепление статуса региона лидера в альтернативной энергетике. Энергетика сегодня одна из самых стремительно развивающихся отраслей отечественной и мировой экономики, где идет активный поиск альтернативных направлений. Я говорю в частности о так называемой зеленой энергетике. К этой альтернативе наш эгенок оказался готов одним из первых. На территории в области компании «Авилар Солдс Технологии» совместно с ООХ реализуют проект по строительству сети солнечных электростанций мощностью от 25 до 100 мегаватт в территориях 10 муниципальных образований. Уже работают солнечные электростанции в Переволодском, Грачевском, Красногвардейском районах. На этой неделе состоится пуст солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт. В планах до 2019 года построить еще пять солнечных электростанций. Вторым инвесторам ПАО «Т-Плюс» запущена солнечная электростанция мощностью 25 мегаватт в Орске. Ближайшая перспектива увеличения ее мощности до 40 мегаватт. А до 2020 года будет построено еще два крупных объекта солнечной генерации в Новосергиевском и Сорочинском районах. Наша стратегическая задача к 2020 году – суммарная мощность всех солнечных электростанций на территории Оренбуржья должна превысить 200 мегаватт, что в свою очередь зафиксирует за Оренбуржьем статус российского лидера в зеленой энергетике. Четвертое. Аграрный сектор. Задача. Из дотационного сегмента экономики АПК должен стать новым драйвером развития Оренбуржья. Очевидно, что по ряду ключевых позиций нам по силам быть одними из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд Оренбургское качество способен стать эталоном такой продукции. Для этого сельхозпроизводство Оренбуржья должно развиваться по пути постоянного углубления переработки, замещения импортных продуктов и расширения сбыта. Крупы, кефир, сыры, масло, весь базовый набор продуктов питания на столе нашей семьи должен на 80% быть выращен, переработан и упакован у нас в области. Развитие производства деревни – это еще и социальный проект. Селяне бегут в города, в первую очередь, потому что там нет работы. Надо эту работу им обеспечить, одновременно обеспечив горожанину местную качественную продукцию по доступным ценам. Задача общая – переход от сырьевого производства к выпуску качественной переработанной продукции. Поэтому надо лелеять каждого инвестора, нацеленного на проекты глубокой переработки продукции. Это святая обязанность Минсельхоза и глав муниципальных образований. Уже сегодня грамотно выстроенная система мер поддержки инвесторов позволила активизировать инвестиционный процесс в важнейшей отрасли региона. Так, УАГРА-7 в Легском районе проводят реконструкцию черновской растительной системы, а также готовят проектную документацию на строительство животноводческого комплекса на 2700 голов КРС. Экоферма «Кушкульские теплицы» завершает инвестиционный проект по модернизации тепличного комплекса. Первый этап реализован в 2016 году. Сорочинский маслоэкционный завод планирует приобретение оборудования для глубокой переработки подсолнечника с последующим производством лецитина, препарата, широко применяемого в косметологии, пищевой промышленности и медицине. Как бы пафосно ни звучало, сегодня время людей целеустремленных, жестких и невероятно трудолюбивых. Трудолюбие – это вообще душа бизнеса и ключ к его процветанию. И мне бы хотелось назвать имена молодых амбициозных руководителей, за которыми я уверен в будущей экономике Оренбуржья. Это Александр Гордеев, Александр Йодичев, Виктор Железнов, Алексей Комаровских, Александр Порозов, Руслан Сагитов, Денис Гончаров и другие. Спасибо вам за совместную работу. Возвращаясь к теме современного сельского хозяйства, еще буквально два важных акцента. Оренбуржья имеет все, чтобы стать лидером в агробиотехнологиях не только в России, но и на евразийском пространстве. Для этого на базе Оренбуржского государственного аграрного университета должны быть организованы полигоны для разработки и проведения испытаний, демонстрации новой техники, продукции, а также созданная инновационная фабрика. Возглавить проектный офис порученной корпорации развития области. Еще одна ключевая тема ВПК – сельхозкооперация. Сегодня большая часть аграрной продукции производится на личных подворьях, которые, разумеется, не имеют налаженных каналов сбыта. Необходимо создавать кооперативы на селе, а параллельно эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров. Мы не первый раз об этом говорим. Чтобы больше не сотрясать воздух, прошу Минсельхоз представить дорожную карту по развитию сельхозкооперации в регионе. Наша стратегическая цель – в разы увеличить экспорт продовольственных товаров путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. Для этого Министерству сельского хозяйства необходимо безотлагательно включаться в федеральный приоритетный проект экспорт продукции АПК. И не только Минсельхозу. Вопрос наращивания несырьевого экспорта актуален сегодня и для многих промышленных предприятий, экспортный потенциал которых пока остается нереализованным. Слишком велики риски и издержки, мешает название рынков зарубежных стран. Особенно сложно приходится малому бизнесу. Поддержку экспортерам нужно оказывать по принципу одного окна – система, проверенная временем. Для этого на базе Корпорации развития области поручаю создать региональный экспортный центр с самым широким кругом полномочий, показания всесторонних консультаций и отчасти даже финансовой помощи при продвижении оренбургской продукции за рубеж. В ближайшее время нужно наладить контакт с российским экспортным центром и приступить к работе. Конечно, сегодня главные приоритеты в вопросах экспорта – это государство Евразийского Союза и страны ШОС. Активное сотрудничество со странами Тихоокеанского региона – это настоящее и будущее российской геополитики и геоэкономии. А бизнес, как известно, это искусство – угадывать будущее и извлекать из этого пользу. Друзья, Оренбуржий, оставаясь форпостом России, является бой евразийское чудо. Наше трансграничное расположение – это наши инвестиционные возможности, где определяющую роль играет развитие логистической инфраструктуры. Напомню, по результатам встречи с оренбургскими предпринимателями в октябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение разобраться с проблемами контрольно-пропускного пункта Сагарчин на границе Оренбургской области и Казахстана. В настоящее время речь шла о дороге. В настоящее время начался капитальный ремонт участка дороги от Оренбурга до границ с Казахстаном. И нам предстоит практически построить новые 50 километров от пункта перехода и до районного центра Абулаг. Как вы знаете, ход работ держу на личном контроле. Но помимо хорошей дороги необходимо обеспечить общий комфорт для транзита грузов, довести уровень сервиса до приемлемого и устранить административные барьеры. Я обращаюсь к руководителю Оренбургской таможни. Последняя – это наша совместная с вами, Владимир Михайлович, задача. Следующее направление. Моногорода. Именно на примерах этих территорий наиболее отчетливо проявляются проблемы экономики и общества. Если у жителя благополучного мегаполиса спросить, какие у него ассоциации со словом «моногород», наверняка услышите – трубы, шахты, плохая экология, ветхое жилье и так далее. Этот стереотип надо изжить, как, впрочем, и чемоданные настроения жителей самих моногородов. Для этого предлагаются три ключевых действия. Планомерная модернизация инфраструктуры, в том числе социальной, привлечение инвестиционных ресурсов и развитие местного малого бизнеса, повышение эффективности управления местных органов власти. При этом последний фактор – решающий. Глава в монотерритории – это не просто крепкий хозяйственник, это двигатель всех преобразований. В прошлом году, благодаря Фонду развития моногородов и лично вам, Марина Владимировна, четверо наших глав получили уникальное образование в Сколково и Академии народного хозяйства при президенте. Еще трое пройдут обучение в текущем году. Задача глав – применить эти знания и навыки на пользу жителям моногородов. А многочисленные инструменты развития, созданные на федеральном и региональном уровнях, что называется, вам в помощь. Это и средства Фонда развития моногородов и возможность создания так называемых территорий опережающего развития. И приоритетность выделения федеральных субсидий. Все в ваших руках, поэтому спрос за бездействие будет персональный. Юрий Георгиевич, Новотроиск первым приступил к работе по подготовке заявки в фонд. Да, были объективные причины для задержки, но больше оправданий быть не должно. Даю вам месяц, чтобы закончить работу над документами. В следующем должен быть Солилеск. Жду энергичной работы от остальных глав моногородов. Мы с вами составили график подготовки документов на создание территории опережающего развития. Мы это сейчас только что обсудили. Об этой работе прошу отчитываться передо мной лично. И еще. Так определено нормативными актами, что резидентами территории, опережающейся на экономическое развитие, могут только юридические лица. Что, впрочем, не мешает региональной власти создавать дополнительные импульсы развития. Поручаю областному Минфину совместно с Минэкономом за месяц проработать вопрос снижения стоимости патента для индивидуальных предпринимателей, находящихся в границах ТОРа на 50%. Все эти практические шаги на самом деле служат большой благой цели созданию на прекрасной Оренбургской земле условий для счастливых людей, живущих в достатке и гармонии. Ведь инвестиции – это не только деньги, это еще и приятные и видные глазу изменения вокруг нас. Поэтому комфортная среда обитания – это тоже инвестиции, только в первую очередь в эмоциональное состояние оренбуржцев, наших гостей, друзей и деловых партнеров. Для этого подготовлены конкретные шаги по благоустройству нескольких муниципалитетов Оренбуржья по программе «Комфортная городская среда». Из предусмотренных на ее реализацию 600 млн. рублей 70% средств будут направлены в моногорода, а значит по-новому заживут дворы многоэтажек, центральные улицы, парки, скверы. Коллеги, на самом деле не столь важно, моногород или нет, ответственность всегда на руководителя муниципального образования. Год назад, озвучивая инвестпослание, я много адресных поручений давал именно главам. Услышали не все, некоторые отнеслись формально. Так вот, предподобный формализм будет иметь последствия. С 2017 года начинают работать такие механизмы распределения трансфертов из бюджетов в области, которые позволят поддержать тех, кто действительно нацелен на результат. Критерии его оценки вполне конкретные. Рабочие места в малом и среднем бизнесе, объем привлеченных инвестиций и так далее. Просто предупреждаю, при недостижении установленных показателей объемы межбюджетных трансфертов могут быть снижены. Будут снижены. Кстати, мне понравился опыт агентства «Стратегический инициатив». Я поручил корпорации развития Оренбургской области провести контрольную закупку, представившись инвестором. Закупка была проведена двумя способами – письменным запросом и звонком инвестора. Лидеров и аутсайдеров заочной письменной контрольной закупки вы можете видеть на экране. Там все предельно наглядно. А персональных звонков было два. И результаты одного из них меня не порадовали. Я не буду озвучивать территорию и руководителю, чтобы на всю область не было никакого пятна. Поговорю с ним персонально и задушевно. А вот второй звонок. Давайте послушаем. Добрый день, Владимир Владимирович. Вас беспокоит компания «Трансресурс», руководитель проекта «Александр». Мы отправляли запрос на подбор площадки под возможное размещение тепличного комплекса. Можете помочь? Необходимо Ваш проект включить в реестр приоритетных проектов. И уже в дальнейшем претендовать на участок в упрощенной процедуре без проведения торгов. Более подробная информация есть на инвестпортале. А мы готовы со своей стороны всевозможную поддержку Вам оказывать. Владимир Владимирович, по срокам, насколько это все затянется? Я думаю, затянется. Во-первых, у нас все сроки регламентированы. Опыт у нас уже есть. Предприятия регистрироваться где будут? Решать вопрос? Мне как в голове, конечно, выгодно, чтобы у нас именно в нашем Улесском районе регистрация произошла предприятие. Это да. У нас собственники на это идут. Это нормальная практика. Мы сейчас... Моя задача подготовить общую информацию собственникам. В случае, если все они рассмотрят положительно. Мы в первой декаде июня хотим приехать в регион и, возможно, посмотреть не только площадку, но и пообщаться, может быть, с профильным министром, вице-губернатором. Насколько у вас вы сможете организовать встречи такого уровня? Я думаю, я смогу это сделать. У нас вообще любой руководитель может встретиться с губернатором, если он не поленится и к 7 утра подъедет к зданию правительства Оренбургской области. Замечательно. Владимир Владимирович, спасибо за прямые такие ответы. Вот если и дальше будут возникать вопросы, я могу вам так же набирать? Конечно, в любое время звоните. Вот этот мой телефон. Все, я тогда готовлю информацию для собственников и принимаем решение, набираю вам. Хорошо. Всего доброго, до свидания. До свидания. От Карпенко. Думаю, не случайно в Ильевском районе сегодня развивается новое предприятие Асимагра. Готовность в любое время дня и ночи работать с инвестором, это должно войти в привычку у руководителей муниципалитетов и каждого сотрудника администрации. От глав сегодня нужна практическая работа. Теоретическую базу разрабатывают соответствующие институты. В частности, целевые модели для улучшения делового климата регионов, предложенные агентством стратегических инициатив. Уже утверждены соответствующие дорожные карты по ключевым направлениям работы с бизнесом. Присоединение к сетям, получение разрешения на строительство, постановка на КАДАС, разумельных участков и объектов недвижимости. Везде заданы конкретные сроки и перечень необходимых процедур. Например, считаю, что задача упрощения, ускорения и удешевления тех присоединений может решаться не только за счет одного окна, но и возмещения части затрат. Проработать этот вопрос должны до начала следующего бюджетного цикла Регионального министерства экономики и строительства. Кроме того, с электроподстанциями существуют проблемы иного характера. Запрашиваемые бизнесом потребности заявляются с излишком, а потом не используются. Это расточительство. Выход из ситуации либо платить за невостребанные мощности, либо отказываться от них. И дать возможность новым инвесторам подключиться к уже существующим коммуникациям, не прибегая к строительству новых. В этой связи считаю целесообразным добиваться принятия на федеральном уровне необходимой нормативной базы. Прошу включиться в эту работу депутатов Государственной Думы от Оренбуржья. Однако, какие бы шаги не предпринимались для улучшения инвестиционного климата, усилия пойдут прахом, если о них не будут знать бизнес. Зачастую, не получив какую-то информацию, предприниматель делает вывод о недоступности поддержки со стороны государства. А потому нам важно стать еще прозрачнее. Для этого навигатор меры областной поддержки, а также схемы электро- и газоснабжения региона, должны быть в открытом доступе на инвестиционном портале. Работу эту поручаю корпорацию развития области. Еще о публичной стороне нашей работы. В 2017 году нам предстоит переформатировать деятельность общественного совета по улучшению инвестиционного климата. Считаю, что пришло время наделить его полномочиями по рассмотрению проектов нормативных правовых актов, а также действующих документов, влияющих на инвестиционную деятельность. В этой связи не могу обойти стороной острейшую тему контроля надзорной деятельности. Неоднократно данный вопрос поднимался и на федеральном, и на региональном уровне. Об этом два года подряд говорил президент в своем ежегодном послании к Федеральному собранию. Принят ряд важнейших решений. Но еще больше предстоит сделать. Причем важно ускориться, поскольку даже правильное решение, принятое с опозданием, часто становится ошибкой. Актуальная задача – переход на рискоориентированный подход в проверках бизнеса. Ряд федеральных ведомств уже следует принципу, при котором частота, форма и продолжительность проверок напрямую зависят от категории риска и класса опасности, к которому отнесена компания. Нужно выработать конкретные принципы внедрения рискоориентированного подхода на региональном уровне. Поручаю эту работу аппарату губернатора. Цель – оптимизация контрольно-надзорной деятельности региональных структур. Коллеги, большой потенциал для развития предпринимательства дает государственно-частное партнерство. Сегодня в Копелке области 57 соглашений. ГЧП становится основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной. Хочу отметить Беляевский, Бугурусланский и Лекский районы, которые активно включились в данную работу. И, конечно, Оренбургский район, который является безусловным лидером, – это единственный муниципалитет в области, где утверждено положение консессионных соглашений. Кстати, в качестве инструмента для привлечения долгосрочных инвестиций рекомендую руководителям предприятий, представляющих средний бизнес, рассмотреть эмиссию облигаций своих компаний. В свою очередь, экономическому блоку правительства поручаю проработать вопрос поддержки инвесторов в виде субсидирования ставки доходности по облигационным займам. Друзья, теперь от большого к малому. Малому по названию, но не по значению. Начну с приятного. С проекта, которым вместе с предпринимательством сообществом мы по праву можем гордиться. Это бизнес-класс. Пожалуй, это одна из самых заметных и востребованных инициатив для поддержки малого бизнеса, которую мы успешно реализовали в прошлом году. Идея была подхвачена на федеральном уровне и подкреплена поручением первого вице-премьера Игоря Шувалова. Сегодня это общегосударственный проект, а наш регион двигается дальше. Мы шагнули на евразийский уровень в партнерстве с Актюбинской областью. И в 2017 году это будет уже международная битва бизнес-идей. Сейчас важно, чтобы количество перерастало в качество. Тем более, что одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2030 году вклада малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт не менее 30%. Это вполне достижимая цель, но при условии выполнения комплексных мероприятий с конкретными сроками и исполнителями. К сожалению, иногда на практике нормативная база отсутствует или буксует. Например, в регионе принят закон о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Нулевая налоговая ставка на целых два года – это реальная помощь тем, кто начинает бизнес в сфере услуг, в производственной, социальной и научной отраслях. Однако в 2016 году правом на налоговые каникулы воспользуются всего 16 индивидуальных предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения. Необходимо понять, почему так мало и устранить недоработки. Министерству экономического развития, областному управлению Федеральной налоговой службы нужно оперативно выработать план по совместности с главами работы в этом направлении. Итак, по каждому нормативному правовому акту или поручению, которое определяет развитие предпринимательства в Оренбургской области, доступ к финансовым ресурсам – это еще одно важное условие благополучного развития бизнеса. Сейчас кредиты для малого и среднего бизнеса, мягко говоря, дорогие. Модели банков часто просто отсекают малый и средний бизнес, не учитывая реалий, в которых приходится вести дела предпринимателя. В корпорации малого и среднего бизнеса совместно с Минэкономразвития и Банком России разработана кредитная программа «6,5». Вполне конкретная программа. Ставка, которая там используется, является комфортной для малого бизнеса. Ряд предприятий уже воспользовались этой возможностью через программы «Альфа-банка» и «Банка ВТБ», которым за это отдельное спасибо. Тем не менее, количество выданных кредитов еще ничтожно мало. Считаю, что кредитные учреждения области пока серьезно не дорабатывают в этом направлении. Важно расширять и географию микрокредитования. В прошлом году размер микрозайма по областной программе был увеличен с 1 до 3 миллионов рублей. Хочу отметить, что после увеличения суммы и срока льготные займы начали направляться предпринимателями, в большей части на инвестиционные цели, покупают оборудование, модернизируют производство. Это практически прорыв. Сразу понятно, кто хочет работать – ищет средства, кто не хочет – ищет причины. Правительство ЖИОБОСТИ со своей стороны продолжает создавать инструменты. Считаю, возможно, в 2017 году снизить ставку микрокредитования для производственников до 6,5%. Прошу до 1 сентября Министерства экономики внести соответствующие изменения в нормативные документы. Не менее важным является вопрос сервисной поддержки предпринимателей, их консультирования, обучения бизнесу и финансовой грамотности. Создаваемый на базе областного гарантийного фонда Центр поддержки предпринимательства будет ядром этой работы. Кроме того, в прошлом году Оренбуржье вошло в число пилотных регионов, где стартовал проект МФЦ для бизнеса. Благодарю глав муниципалитетов, кто, несмотря на бюджетные сложности, не побоялся начать новый проект. Это Новотроицк, Орск-Бузулук, Гай и Оренбургский район. Показателем успешной реализации проекта стало звание «Лучшая практика предоставления услуг по подключению к инженерной инфраструктуре в России». В текущем же году проект должен распространиться на все муниципальные образования области. Задача непростая. Отбор кадров на эту работу должен быть самой скрупулезной. Ведь сегодня представитель малого и среднего предпринимательства может обратиться в МФЦ для бизнеса за 118 услугами. А это, согласитесь, подразумевает хорошее знание предмета. Уважаемые коллеги, будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Без него ничто не может быть успешным. Поэтому мной принято решение о создании проектного офиса в структуре правительства области. Это и будет системное и детальное планирование, ориентированное на достижение конкретного осязаемого результата. Прошу глав администрации городских округов и муниципальных районов организовать проектную деятельность местных органов власти. Уважаемые друзья, говорят, что подняться в гору надо быть легким на подъем. Правительство Оренбургской области следует этому принципу и встречает инвестора по всем традициям гостеприимства и канонам сотрудничества. Да, сегодня государственная экономическая стратегия ориентирована на экспорт и привлечение внешнего инвестора. Но мы для себя определили, что это не станет помехой для нашей адресной работы с российским инвестором, и особенно оренбургским. Тепличные условия для роста и развития своих родных инвесторов будут создаваться и впредь. Наше деловое кредо на протяжении многих лет остается неизменным. Быть успешными только вместе. Мы готовы к партнерству и делаем все возможное, чтобы капитал служил интересам бизнеса, общества и нашей благословенной Родины. Вперед за работу! Спасибо. 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 Спасибо.